Всем привет! Это проект Другая Кухня и с вами я, Валерия. Друзья мои, мы продолжаем креативить с тестом. И сегодня будем готовить равиоли и пельмени зебра полосатые и помогут нам в этом. Но сейчас все расскажу. Мы будем сразу заводить два вида теста и для них нам понадобится по 150 граммов муки, в одно тесто белое уйдет 60-70 миллилитров воды, половина яйца и 1 чайная ложка растительного масла. В зеленое тесто уйдет еще тоже половина яйца, растительного масла 1 чайная ложка и как раз-таки огурцы. Я взяла 5 штук, надеюсь, мне хватит. Готовим белое тесто. Добавляем соль в муку, немного растительного масла, буквально пол чайной ложечки или чайную ложечку, половина яйца и воду. Вода должна быть теплой и всю сразу воду не отправляйте. Замешиваем тесто. Мука у всех разная, влажность разная, да и качество муки у всех разное. Поэтому добавляем воду понемногу и замешиваем пельменное тесто. У меня вот, видите, ушла не вся вода и при этом я еще подпылила стол мукой, потому что мне показалось тесто ну совсем жидковато для пельменей. Поэтому аккуратненько водичку добавляем потихоньку. И сейчас белое тесто вот вымесили и убираем его в пакет или под пленку или под влажное полотенце и дадим отлежаться минут хотя бы 20. Теперь займемся нашей самой креативной частью рецепта. Берем овощечистку и вот таким образом счищаем кожицу. Огурчики отправим на салат, нам нужна только темно-зеленая часть. Чтобы блендеру было удобно и справился он лучше, я немножко измельчу огурцы. Все-таки порция у нас небольшая. Вот так, я думаю, достаточно. И теперь измельчаем погружным блендером. Можно добавить немножко воды, но совсем немного, вот буквально, может быть, столовую ложку. Друзья, уже сейчас вижу, что никаких 70 миллилитров у меня тут не получится, поэтому я почищу сейчас и добавлю еще кожицу с трех огурцов. И чтобы не добавлять лишнюю воду, я просто добавлю 4 тонких пластинки огурчика. Вот за что я люблю свой блендер Зигмунд Эйнштейн, так это за мощь. Он буквально присасывается к дну и все измельчает за секунду. Процеживаем нашу смесь через сито и получаем вот такой вот зеленый сок. Красотень какая! И теперь заводим наше цветное зеленое тесто. Слегка посолили муку. Добавляем сюда масло немножко. Вторую половину яйца и наш огуречный сок. Вау! Красиво! Вообще я люблю зеленый цвет. Он такой вот прям летний и жизнерадостный. Что-то такое вкусное, как капуста, авокадо, зеленые яблоки. И невероятно полезное. Ну, конечно, огурцы с кабачками. Все это очень аппетитно и классно. Но тесто действительно становится зеленым. Добавляем понемножку и замешиваем. Друзья, тесто получилось невероятно жизнерадостного цвета. Такое прям весеннее, весенняя какая-то травка, весенняя зелень отличная. Убираем его точно так же под пленку и даем отлежаться минут 20. Тесто отлежалось. Зеленое пока оставляем в сторонку. Даймемся белым. Нам нужно разделить его на 8 частей. Делим. Пополам и еще раз пополам. Пока работаем с каждым шариком, Нужно накрыть все это тесто пленкой, чтобы оно не заветрило. То же самое проделаем и с зеленым тестом. Оно слегка пахнет огурцом. Прикольно. Каждый кусочек теста раскатываем в кружок толщиной примерно 1,5-2 мм. Каждый кружочек смазываем обычной водой. Не сильно, но при этом не пропуская. И сверху укладываем другой цвет. И так чередуем все наши кружочки. Укладываем верхний зеленый пластик. И вот так вот его тоже слегка смазываем водой, просто водой. Разрезаем. Смотрим, какая красота у нас получилась. Смотрите, какая красота. Единственное, что нужно ему будет еще тесто отлежаться. И теперь вот так выкладываем половинки. Накрываем пленкой и дадим полежать еще 10 минут. Немного терпения. Подпылим стол и достаем наше тесто. Смотрите, какое классное. Начинаем творить. Аккуратно отрезаем, одну половинку пока убираем. А вот вторую начинаем нарезать. Где-то примерно толщиной 2-3 мм. Отрезаем первый кусочек. Чуть-чуть муки. И раскатываем. Ну, посмотрите, реальная зебра получилась. Только зеленая. Вот так вот классно. Красиво очень. Раскатываем в толщину обычных пельмешек. Будем лепить пельмешки а-ля равиоли. Я не стала вам показывать, как я готовлю фарш. Фарш самый простой. Мясо, лук, соль и перец. На полкилограмма фарша 2 средних луковицы. Тут аккуратненько можно промазать водой, чтобы слепить хорошо. Так, краешки. Но тесто не очень тугое, поэтому, я думаю, слепится отлично. И вот так вот сворачиваем. Скрепляем. Смотрите, какие они классные полосатики получаются. Для тех, кто предпочитает классическую форму обычного пельмешка, Делаем пельмешки. Вообще не вопрос. Красота! Пока вся семья лепит, начну отваривать первую партию. Варим в соленой кипящей воде, как обычные пельмени, 3-4 минутки после закипания. После того, вернее, как они всплывут. Варим партиями, сразу все не закидываем. Вот они, наши равиоли и наши пельмешки. Труды наши, я думаю, не напрасны, потому что цвет сохранился. Осталось узнать только, как на вкус. Смотрите, как классно! Всю дорогу меня мучил только один вопрос. Будет ли чувствоваться вкус огурца? Да, друзья мои, легкий-легкий-легкий-легкий вкус есть. Со сметаной я даже не поняла. Сначала поэтому откусила отдельно. Совершенно не навязчивый, отличный вкус. Вареники, пельмени, равиоли получились отличными. Я такие готовить точно буду. И вам рекомендую. Тесто прикольное, красивое, яркое, интересное. Удивить гостей самое то. Кстати, можно какую-нибудь закатить вечеринку в итальянском стиле. Добавить еще кетчупа при подаче. И будет вообще итальянский флаг. Белый, красный и зеленый. Все, друзья мои, я с вами прощаюсь. Угощайтесь, было очень вкусно мне. Надеюсь, вам будет точно так же вкусно. С вами была я, Валерия. Это проект Другая Кухня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok